Теперь мы должны наши все параметры, нашу сеть, нашу архитектуру переложить на GPU Для этого мы создаем как обычно девайс и просто делаем Model to device Теперь у нас моделька лежит на видеокарте С моделью мы закончили, теперь нам нужно определить лосс-функцию В данном случае лосс-функция это бинарная кросс-энтропия У нас всего два класса, поэтому нам подойдет кросс-энтропи-лосс Напоминаю, кросс-энтропи-лосс на вход получает не вероятности, которые после софт-макса А активация нейронов, то есть то, что получается до софт-макса Это делается для ускорения вычисления лосса Потому что в бинарной кросс-энтропии нам выходы софт-макса не так важны, как входы Мы определили лосс-функцию, теперь нам нужно определить метод градиентного спуска В данном случае я использую ADAM Это самый лучший сейчас алгоритм, который работает хорошо из коробки Практически ничего не нужно изменять То есть в ADAM есть много всяческих параметров Например, неплохо было бы использовать по умолчанию AMS-Grad И, скорее всего, в новых версиях PyTorcha вот этот параметр будет включен по умолчанию Это некоторая поправка к ADAM, которая делает его немножко более правильный Самый важный параметр у ADAM это Learning Rate То есть тот шаг градиентного спуска, с которым мы начнем обучение И у нас получается вот такой вот объект-оптимайзер У которого мы потом будем требовать делать шаги градиентного спуска А еще новая вещь в нашем практическом занятии Это некоторый планировщик, некоторый scheduler, который будет изменять шаг градиентного спуска И здесь я немножко остановлюсь Есть некоторая такая эвристика, что с течением обучения нужно уменьшать шаг градиентного спуска С чем это связано? Это вообще не правило, то есть иногда делают очень разные хитрые манипуляции С размером шага градиентного спуска, с вот этим Learning Rate Но, как правило, его уменьшают с течением обучения Для чего это сделано? Представьте, что у нас всего два веса в нейронной сети Мы оптимизируем всего два параметра И тогда наша loss-функция будет выглядеть относительно этих параметров Как некоторая поверхность, у которой есть минимумы, у которой, может быть, есть какие-то горы Есть некоторые низины, овраги и так далее И представьте, что у нас в этой визуализации есть какой-то большой каньон Где находятся те минимумы, которые нас больше всего интересуют Если мы поставим большой шаг градиентного спуска То мы будем перемещаться по этому каньону с большими шагами То есть мы можем прыгать по краям этого каньона И найти какое-нибудь там самое глубокое его место Но большой шаг нам не позволит найти какое-то более локальное углубление То есть если мы хотим, например, в этом каньоне найти некоторые еще овражек То нам нужно уменьшить шаг градиентного спуска Чтобы иметь возможность нащупать что-то более мелкое А если там есть какая-то пещера, в которую очень сложно попасть Потому что там вот только некоторое количество весов ведут нас туда То нам нужно еще уменьшить шаг градиентного спуска А если в этой пещере есть еще некоторая трещина, в которую мы можем тоже попробовать попасть Нам нужно еще уменьшить шаг градиентного спуска, чтобы в таком большем масштабе найти вот это вот интересующее нас место. Поэтому наше обучение будет заключаться вот в несколько этапов. Сначала мы делаем большие шаги, чтобы найти большое углубление в нашем каньоне, чтобы не по горам прыгать, а именно вот сойтись вот где-то в середину каньона. После этого мы найдем некоторый овраг в этом каньоне, потом, может быть, мы уменьшим шаг градиентного спуска и найдем некоторую пещеру, и потом еще найдем какую-то трещину внутри этой пещеры и вот найдем там наш минимум. Возможно, он будет не самый лучший, потому что наш мир из двух параметров и лосфункция очень большой, но тем не менее это будет лучше, чем когда мы искали его с большими градиентными шагами.